Давай пристрелим его. На что первый ответил, я его сейчас убивать буду. Со слов работников автосалона автомобиль продан, однако денежные средства возвращать отказываются. Это проект основан на реальных событиях Омск. Здравствуйте! Как всегда в пятницу обзор происшествий уходящей недели. Разбираемся в том, почему это произошло и выясняем, что было сделано, чтобы этого не повторилось. Смягчающее обстоятельство прямиком из Беларуси. Неожиданный поворот в истории нападения на омского биткоин-миллионера. Свежие детали расследования убийства студента, который погиб, защищая незнакомку от ее мужа-тирана. И скандал вокруг автосалона. Начинаем прямо сейчас. Лихой поворот в истории москвича, напавшего на семью омского биткоин-миллионера. Житель столицы выступил с неожиданным заявлением. В ходе процесса признался, в 2000-х проживал в Беларуси и состоял на учете у психиатра. Причина – серьезный диагноз. Шизофрения. Сторона защиты уже заявила ходатайство. Для подтверждения слов подсудимого его адвокат запрашивает документы из соответствующего учреждения. Правда, остальные участники судебного разбирательства к такой линии защиты относятся довольно скептически. У силовиков сомнений в адекватности обвиняемого не возникает. Не в пользу ракетира-неудачника говорит и тот факт, что на учете в московских клиниках он не состоит. Я напомню, события, которые привели мужчину на скамью подсудимых, развернулись в микрорайоне привокзальном нашего города чуть меньше года назад. Обвиняемый вместе с подельниками прознал о богатствах омского IT-специалиста. Тот трудился в международной организации и имел в биткоинах целое состояние – около 100 миллионов в пересчете на рубли. Тогда, по версии следствия, жители столицы решили поправить свое материальное положение за счет программиста. Поначалу запугивали омича дистанционно, по телефону требовали оплатить спокойную жизнь. А когда обладатель криптовалюты отказался уступать шантажистам, приехали его навестить. Выследили до Ленинского округа и, вооружившись ножом и электрошокерами, проникли в дом родственников омича. В ночь на 22 декабря 2021 года фигурант уголовного дела и один из соучастников, надев маски и вооружившись электрошокерами, проникли в дом, где проживала семья из трех человек и, как они предполагали, потерпевший, у которого имеется крупная сумма денег в биткоинах. После чего они напали на предполагаемого потерпевшего, связали его. Позже выяснится, горе-ракетиры просчитались, обознались и напали не на биткоинщика, а на Шурина-программиста. И, к несчастью последнего, не поскупились на удары в попытке выбить желанные миллионы. Мужчина сразу же обошел сбоку и, взяв правой рукой за шею, начал душить. При этом левой рукой наносил удары по левому боку и голове. По словам потерпевшего, его душили на протяжении трех минут. Потерпевший упал на живот. Нападавший начал связывать ему руки за спиной. Вошел второй нападавший и обратился к первому с фразой. «Давай пристрелим его». На что первый ответил «Я его сейчас убивать буду». Потерпевший почувствовал сильную физическую боль. Москвичи, напомню, скрылись из региона. Но одного из нападавших вычислить все-таки удалось. И пока его подельники в розыске, он в Омске на скамье подсудимых. Интересно, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемый отказывался от прохождения полиграфа. Но теперь уже в зале суда сам настаивает на проверке. Удастся реналетчику доказать наличие у себя ментальных расстройств, пока неизвестно. Но подтвержденный медицинский диагноз может серьезно смягчить будущий приговор. Скандал в омском филиале «Кристал Моторс» в кадре Антон Жданов. По его собственному убеждению, заложник федеральной сети автосалонов. Компанию, которая специализируется на продаже машин с пробегом, Амич подозревает в нечистой игре, а именно в нелегальной схеме обогащения. И для того, чтобы вывести якобы автомошенников на чистую воду, готов идти до конца. Юристы, силовики, сотрудники Роспотребнадзора, перечень специалистов, которых Амич подключает к противостоянию с автосалоном, увеличивается день ото дня. Сегодня у братьев Ждановых ни машины, ни денег. Антон признается, когда в конце лета вызвался помочь родственнику завершить сделку, и не догадывался, что ввяжется в серьезный конфликт. Реализовать Volkswagen Passat 2008 года выпуска его брат решил через федеральную сеть автосалонов. В разгар сделки уехал, оформил доверенность на Антона. Однако долгожданная фраза «Родана» принесла семье не радость, а немало проблем. На кону желанная выручка с поддержанной легковушкой, но вот уже полтора месяца мужчине не удается довести многострадальную сделку до конца. Мы привезли машину, оставили ее под реализацию, ну и на месяц тишина как бы. После этого решили забрать машину, своими силами продавать. Подумали, что машина не продается, и решили ее забрать? Ну вообще ни одного звонка не было, что клиент... И какие-то действия? Да, да. Решили забрать машину по условиям договора, выполнили все, записали заявление. Спустя пять дней приходим забирать машину. Именно в этот день нам говорят, что машина продана. Ну, говорим, проблем нет, переводите деньги. На что они говорят, что подпишите такой-то документ. Антон уверяет, порог филиала обивал с конца лета. Пытался решить ситуацию мирно, но сотрудники упорно стоят на своем. Из подписи под фразой «претензий к салону не имею» категорически отказываются переводить на счет омича полмиллиона рублей. Но в алгоритме действий компании мужчина видит подлог. Они уклоняются от разговора постоянно. Договор купли-продажи попросили показать. Отказ. Я с юристом посоветовался со своим. Он говорит, что ни в коем случае не подписывай, потому что нельзя так. Дважды привозили к ним претензии, дважды отказались. Потом сказали на слова, что будем вызывать полицию. А они сказали, вызывайте. Вызвали полицию. Полицейский приехал и говорит, что таких заявлений уже куча. Уже в Роспотребнадзор и в прокуратуру уже оставляли заявление, что до сих пор занимается своей деятельностью. Да, да, именно на этот салон. Когда вы принимали решение реализовать автомобиль, именно через этот салон, не проверяли информацию, не искали жалобы в интернете? Пожалели, что не посмотрели. Начали смотреть, рыть интернет. Столько отзывов. Вот именно по такой схеме действует, что вот именно много недовольных отзывов. О подмоченной репутации омского филиала компании говорят и юристы. Признаются, к ним поступает немало подобных жалоб на фирму. Только за прошлый год Кирилл Воробьев лично участвовал в двух судебных процессах против Кристалл Моторс. Договор, который заключен между сторонами, в данном случае агентский договор, он по своему итогу предполагает подписание акта выпаданных работ, передаточного акта. Называть его можно как угодно. Но содержание сводится к тому, что исполнитель, агент резюмирует в этом документе то, что услуги он оказал, то есть предмет договора в виде транспортного средства он реализовал и передал денежные средства продавцу, в данном случае героя, который обратился в салон для реализации транспортного средства. Соответственно, совершенно очевидно, что в данном случае должны быть переданы денежные средства, оформлены соответствующие бухгалтерские документы по этому поводу, путем это безналичного, наличного перечисления. И в дальнейшем должны быть подписаны документы. Вот, то есть, ну, здесь другого не дано. Впрочем, руководство омского филиала настаивает, никакой игры на доверии. Так называемый принцип добросовестности компания не нарушает. А неудовлетворенные клиенты, которые распространяют антирекламу, зачастую становятся заложниками собственной паники на пустом месте, невнимательно читают договор. У нас с собственником Volkswagen Passat заключен агентский договор. При реализации автомобиля агент, то есть это мы, наша компания, предоставляет отчет агента о проделанной работе. Этот документ гласит о том, что принципал, то есть это собственник автомобиля, должен приехать к нам, подписать вот этот отчет агента. А в этом отчете агента написана цифра, что он дает согласие на перевод этой цифры ему на расчетный счет. Как подпись будет, я передаю это в бухгалтерию, в бухгалтерии переводят денежные средства. Он думает, что ему их не переведут. То есть он сказал, что я буду подписывать этот документ только с юристом. В итоге он никакого юриста не приводил и обратился, ну, видать, к вам. Антон надеется, общественный резонанс поможет установить истину. Между тем, Амич уже обратился в полицию. Соловики зарегистрировали обращение, готовятся проводить проверку. В заявлении написано, прошу вас провести проверку по факту невозврата транспортного средства. В настоящее время автомобиль не возвращен. Со слов работников автосалона автомобиль продан, однако денежные средства возвращать отказываются. А вот новый собственник Volkswagen уверяет, Антону стоит не набивать карманы, а наоборот раскошелиться. По словам женщины, в этой истории не чистый на руку продавец, не компания, а экс-владелец авто. Покупатель Passat рассказывает, от БУ иномарки не ждала отменного качества. И опасения подтвердились едва не в первой поездке. Радость покупки омрачилась, когда у автомобиля забарахлила коробка передач. Теперь на устранение дефекта нужна приличная сумма, но выкладывать свои кровные, а Мичка не спешит. И с ее легкой руки зачинчик беспорядка может стать ответчиком, а не истцом. Выехали мы на дорогу, с упругом как бы стук услышали. В следующий день все-таки мы поехали в автосервис, где произвели диагностику автомобиля, и было выяснено, что коробка передач в автомобиле неисправна. Мы предложили собственнику мировое соглашение, то есть контрактную запчасть приобрести самому ему за 50 тысяч рублей. И то есть мы как бы расходимся с проблемами. Получили отказ. Сейчас ситуация как-то выходит из-под контроля. Я считаю, что человек, во-первых, недобросовестный, то есть он продал неисправный автомобиль. Поэтому сейчас я намереваюсь выдавать претензии и на собственников. Если участники конфликта не пойдут навстречу друг другу и не достигнут примирения сторон, финал истории об империи автообмана придется писать уже служителям Фемиды. Проверят на вменяемость. Следователи назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы для меча, который оборвал жизнь студента, пытавшегося защитить незнакомку. У силовиков есть сомнения в адекватности подозреваемого. Проработать этот вопрос сейчас предстоит специалистам с медицинским образованием. Резню обвиняемый, напомню, устроил в нефтяниках две недели назад. Был пьян и дегл до истерики сожительницу. Та выбежала на улицу, где плачущую омичку, и заметил 21-летний Геннадий. Неравнодушный студент не смог пройти мимо, решил вступиться за жертву домашнего насилия и в итоге отдал за женщину свою жизнь. Подозреваемый нанес студенту один удар прямо в сердце. Молодой человек погиб до приезда врачей. Ну так вот, мы стояли примерно. Как нанес вам удар? Ну вот так вот, удар. Вот так? Вот так, да. Сколько ударов нанес вам? Один или два. Дальше, получается, достал нож и, получается, порезал нож. Теперь убийца рассказывает, был пьян и решил, что студент – угроза для его жизни. Тогда, якобы, в попытке защититься и схватился за нож. Сегодня настаивает на превышении пределов необходимой обороны. Впрочем, сожительница погибшего легенде домашнего тирана не верит. Следователи уже назначили амбулаторную психолога, психиатрическую экспертизу для преступника. Если медики признают омича невменяемым, он избежит тюрьмы. В противном случае гражданская жена убитого студента, она же мать его трехлетнего сына, намерена добиваться для подозреваемого максимально сурового наказания – 15 лет тюрьмы. И снова к скамье подсудимых. Материалы уголовного дела студента, расстрелявшего школьниц из Ленинского суда, передают в областной. В резонансной истории новый виток. Судья удовлетворила ходатайство осужденного. Молодому человеку официально предоставлен шанс обжаловать приговор. Инцидент произошел больше года назад на пути проводя телевизионки. Фотосессия на фоне заходящего солнца, устроенная группой школьницы на Виадуке по улице Демьяна Бедного, обернулась поездкой в больницу. С легкой руки подсудимого вместо эффектных кадров школьницы получили огнестрельные раны. 17-летний житель частного сектора решил попрактиковаться на девочках в прицельной стрельбе. После совершения преступления оружие, пневматическую винтовку скрывал от силовиков на заднем дворе. Но люди в погонах юношу, несмотря на предпринятые обвиняемым методы конспирации, разоблачили. Уже в суде стрелок уверял, целился не в подростков, а в птиц. Смелая неумысляная цель попадать в колокольчик, боли, причинить предздоровье. Прошу суд позадаваться. И психически пострадали, и физически пострадали, морально и материально. Люди, наступая в очереди, человеку на ногу просят прощения. Тут отрицают вину целиком и полностью. И нам не принесли извинения ни за одно судебное заседание. Прокурор легенде не верил. Требовал для обвиняемого 3,5 года колонии. Но, несмотря на широкий общественный резонанс, судья вынесла хулигану неоднозначный вердикт. 2,5 года условно. С договором согласны? До свидания. Будете обжаловать приговор? Реакция жителя региона на такую новость стал сплошной негатив. И возмущение мечей в разы возросло, когда выяснилось, подсудимый недоволен чересчур суровым, по его мнению, наказанием. Поменял адвоката и заявил о желании смягчить приговор. Выдержка из официального обращения стороны защиты. С указанным приговором ни я, ни мой подзащитный не согласны. Выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, не подтверждаются доказательствами, исследованными в судебном заседании. В апелляционном порядке прошу дать оценку законности вынесенного приговора. Напомню, что вердикт также не удовлетворил и сторону обвинения. Прокуратура подала апелляцию. Соловики будут добиваться ужесточения наказания для стрелка. Теперь писать финал скандальной истории будет суд операционной инстанции. Слушатели Фемиды вновь изучат протоколы судебного заседания и вынесут заслуженный приговор. А теперь по классике блок ГИБДД подробности после статистики. Солики будут добиваться ужесточения. 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 из-за регистрированных столкновений. Причина более половины аварий – спешка и, как результат, невнимательность за рулем. Особенно при совершении маневра «Поворот». Одно из таких происшествий зафиксировали на улице Губкина. Водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь в направлении микрорайона «Береговой», не предоставил преимущества в движении при развороте. В результате произошло столкновение с автомобилем «Датсун Онда», и из-за этого маневра в медицинское учреждение доставлено 4 человека, а два из них госпитализированы с травмами средней степени тяжести. В галерее диагнозов закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные переломы и ушибы. На виновника ДТП уже составлен протокол. Аналогичное происшествие и у подножия метромоста. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло», двигаясь по мосту 60 лет Победы при спуске на улицу 3-я Енисейская, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Тойота». В результате произошло столкновение. Из-за такого маневра в медицинское учреждение доставлены 2 человека. Проверка по факту этой аварии продолжается. В прошлый раз мы разбирали неоднозначную ситуацию на Красном пути. В этот раз пришел похожий вопрос. Создается конфликтная ситуация, если водитель с улицы 70 лет октября разворачивается обратно, а другой водитель с улицы Дмитриева со стороны Батутина поворачивает в эту же сторону. Так вот вопрос, кто кому должен уступить? Часто у водителей возникают вопросы при проезде перекрестка улиц 70 лет октября и Дмитриева, а именно при выполнении маневров разворот. В этом случае при выполнении маневра разворота на дополнительную секцию водители, двигающиеся по улице 70 лет октября, возникает конфликт интересов с водителями, которые выезжают с улицы Дмитриева, которые также двигаются на дополнительную секцию. В этом случае при развороте обязан уступать тот водитель, у которого имеется помеха справа. Соответственно, при возникновении каких-либо ситуаций при проезде перекрестков в одинаковых условиях, а именно при движении двух трассных средств на дополнительные секции, либо на основные сигналы светофоров, вот такая ситуация возникает также на улице Красный Путь и Первая Затонская. В этом случае водители обязаны руководствоваться правилом помехи справа. Внимание, розыск! Каждую неделю мы публикуем ориентировки подозреваемых в краже денег с утерянных карт. Их объединяет одно – желание обогатиться за чужой счет. Не самым добросовестным, мягко говоря, нужно быть покупателем, чтобы взять чужую банковскую карту и совершить по ней покупки. Не так давно я совершала покупку в магазине и по своей внимательности оставила карту. Уже придя домой, на мой телефон начали поступать сообщения о том, что с моей карты списываются деньги в супермаркетах, а в этих магазинах я не совершала покупки. И тогда я полезла в сумку, достала кошелек и обнаружила, что моей карты нет. Тогда я обратилась в полицию. Сейчас сотрудники разыскивают того, кто посетил мои деньги, потому что с карты было снято около полутора тысяч рублей. Для меня это, на самом деле, очень большая сумма, потому что стипендия у меня небольшая. И я очень расстроилась, когда узнала, что моя карта используется. Я бы посоветовала быть более внимательным к своему имуществу. Девушка, вы карту забыли, возьмите, пожалуйста. Спасибо большое. Вот так поступит каждый порядочный гражданин. Однако, если вы нашли утерянную карту, но рядом не оказалось владельца, либо не трогайте чужое имущество, либо предпримите попытки к возврату. Помните, что алчность может привести вас к необдуманным поступкам, за которым последует уголовная ответственность. Все эти действия не только аморальны, но и попадают под квалификацию ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Ровно через неделю новый обзор происшествий. Будем разбираться о том, почему это произошло, и выяснять, что было сделано, чтобы этого не повторилось. Здесь найдете выпуск «Кровавая невеста», а здесь «Рефлекс убийцы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова